Сельхозпредприятие 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 Пока не все удобрения выбраны, те, которые мы заявляли, которые были подписаны в рамках соглашения с компанией ФосАгро, из 35 тысяч, порядка 27 тысяч уже вывезено на сельхозпредприятия. Думаю, что в соответствии с графиком оставшиеся колесо удобрений в сельхозпредприятиях будут завезены в соответствующие районы и предприятия. По горюче смазывающим материалам вопросов нет, по технике нет, но в общем-то все идет в плановом режиме, рабочие вопросы какие-то возникают, они соответственно решаются. Посевные в этом году пока по расчетам снижаются в трех районах, это больше всего Вологодский район, это Череповецкий район и Шекслинский район. В одном районе предприятие банкрот, соответственно прогноз, что наверное не будет выполнено, по Вологодскому району, где наибольшее количество, пока прогнозируется снижение посевных площадей, связан с не до конца решенными вопросами по земле, которая находится в федеральной собственности. Процесс в стадии обсуждения, принятия решений. Надеемся, что в целом по области мы сохраним тот целевой показатель, который был определен на правительстве Вологодской области, был определен губернатором, поэтому задача для руководителей районов предприятия посевные площади сохранить на уровне прошлого года, не снижать. Секрет, я думаю, что прежде всего, ну тут очень много таких моментов, на которых нужно бы остановить внимание, это все-таки слаженная работа всего коллектива, коллектив хороший, коллектив замечательный, все-таки любое дело делают люди, начиная от простого рабочего, заканчивая, ну наверное, руководителем. Весь коллектив настроен на развитие предприятия, на увеличение объемов производства, на увеличение производительности труда. У нас нет ни одного года практически, чтобы мы что-то не построили, чтобы мы что-то не обновили. И вот за мое время здесь работы, я работаю 12-й год уже руководителем в «Авроре», в 2004 году, когда я начинал работать, мы продавали 20-21 тонну молока в сутки. Сегодня мы продаем до 53-х тонн молока в сутки. То есть в 2,5 раза объемы реализации продукции увеличились. При этом численность была в 2004 году, думаю, что не ошибусь, 326 работающих. Сегодня 270-275. То есть видим, насколько выросла производительность труда. За 2000-2012 год резко сократилось производство продовольственного зерна. Если где-то в 2000-х годах мы производили порядка 19-20 тысяч тонн продовольственного зерна, то к 2012 году объем производства сократился до 1100 тонн продовольственного зерна. Губернатором области была поставлена задача Департаменту сельского хозяйства разработать программу поддержки сельхозтоваропроизводителей, стимулирующих производство продовольственного зерна. Разработан комплекс мероприятий. В результате за 2-3 последних года объем производства продовольственного зерна увеличился с 1000 до 10 тысяч тонн производства. И в прошлом году было уже реализовано на продовольственной цели 7,5 тысяч тонн продовольственной пшеницы и ржи. В этом году мы ставим перед собой задачу увеличить производство и реализацию продовольственного зерна до 10 тысяч тонн. Для того, чтобы полностью обеспечить себя продовольственным зерном, мы должны производить порядка 70-75 тысяч тонн. Мы перед собой ставим задачу к 2020 году увеличить объем производства продовольственного зерна до 30 тысяч тонн, для того, чтобы обеспечить себя где-то наполовину. Продолжение следует...